Всем привет! Давайте проверим связь. Меня зовут Маргарита. Как меня слышно? Спасибо. Отлично, отлично. Все, значит, начинаем наш вебинар. Поздравляю всех с наступившим 2020 годом. Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Будем сегодня с фотографией. К сожалению, у нас не удалось настроить камеру. Ну, ничего страшного. Будем работать со слайдами. Расскажу сегодня, почему я предприниматель со стажем более 20 лет в традиционном бизнесе. Выбрала для своего дальнейшего развития сетевую компанию. Бизнес-компания Reflame. Это мой первый вебинар, который я провожу в таком формате. Техника немного подвела. Итак, начнем. Я сейчас нахожусь в открытом звании директор. Сейчас листаем слайды. Это моя семья. У меня две дочки. Муж. Мама живет с нами. Дочка у меня старшая уже замужем. Это ее муж на фотографии. Младший 12 лет. С 12-го года мы проживаем... Так, с 12-го мы проживали... Маленечко неправильно слайды. В городе Волгоград. Вообще я родом из Сибири. Из города Берска. Новосибирская область. Очень долгое время прожила в городе Омске. Потом мы уехали вместе с семьей в Волгоград. Там у нас бизнес был. Сейчас тоже расскажу подробно, что такое бизнес традиционный. И сегодня будем сравнивать его с сетевым. По образованию я товаровед. Товаровед-организатор. Я работала по специальности какое-то время. Позже еще заканчивала курсы косметологов. По специальности работала также. Но это уже был свой бизнес. В бизнесе, как я уже сказала, в традиционном я... Я даже уже не помню с какого года. Наверное, сейчас посмотрим по свидетельству. То есть, 96-го года я занимаюсь предпринимательством. Зарегистрировалась в компанию Арифлейм я в январе 2017-го года. Получила предложение в интернет. Так же, как, наверное, большинство из вас. Девочка написала мне в Инстаграм предложение. Я как-то сразу согласилась, не зная, конечно, что это за бизнес, не зная, что за возможности. Сообщение было краткое. Приглашаю в проект Экспресс-карьера. Бизнес в компании Арифлейм. Компанию Арифлейм я знала. Когда-то даже регистрировалась, но на тот момент мне как-то никто не рассказал, что же такое Арифлейм. И я видела только каталоги и косметику, наверное, как большинство из вас. Когда я уже пришла в этот раз, это уже было осознанное решение именно не покупать косметику, а именно работать уже, развивать бизнес в компании. Я начала разбираться. Зарегистрировалась я, как сейчас помню, 11 января после праздников, когда отгуляли все новогодние мероприятия. Мы на тот момент жили уже в городе Сочи. С 15-го года мы переехали сюда. Сейчас я разговариваю с вами тоже из города Сочи. У нас здесь замечательный дом с видом на море. Сбылась моя мечта. Жить с шикарным видом на море, наблюдать шикарные закаты каждый вечер. Рост у меня был довольно-таки длинный. Получается, на сегодняшний день я почти три года в компании. Открывала звание директора я второй раз в ноябре этого, 19-го года, потому что первый раз, когда открыла это, какое-то было, наверное, неосознанное открытие, потому что в моей структуре были в основном потребители. И после новогодних праздников я упала, упала на 18%, потом на 15%, и так я продержалась на 15% практически, наверное, год. Далее у нас был традиционный бизнес. Так, сейчас буду листать слайды. Традиционный бизнес, как я уже сказала, у меня давно. В Омске у меня до сих пор работает магазин продукты. С 2011, с конца 2011 по 2015 год у нас был бизнес в городе Волгоград. Это компания Дешили. Далее компания переросла после трех лет в клинике косметологии аппаратной. Далее диетологией мы занимались. И сейчас это бизнес, который также растет, также процветает, но только уже не в наших руках, потому что традиционный бизнес, если он еще и ведется с партнерами, это маленечко рискованное мероприятие, ребят. Те, кто задумывается о своем традиционном бизнесе, всегда нужно учитывать то, что партнеры могут подвести. Так у нас случилось в нашей ситуации. Мы уехали в город Сочи и оставили наш бизнес на партнера. Которому подарили свою долю, половину доли в этом бизнесе. Ну, партнер решил, что мы недостойны больше заниматься этим бизнесом и доходы получать оттуда тоже недостойны. Неприятно об этом вспоминать, конечно, но вспомнила. В городе Сочи мы пытались открыть тоже и клинику аппаратной косметологии. Открывали, она у нас просуществовала год. Это какой большой минус? Это большие вложения. Во-первых, на старте это около 2 миллионов. Открыть небольшое, так скажем, заведение, салон. То, что у нас было в Волгограде туда, я даже боюсь припоминать, сколько было вложено. Начальные инвестиции были порядка 10 миллионов. И в дальнейшем эти инвестиции постоянно увеличивались за счет прибыли. Всегда это росло. Там был большой салон 300 квадратных метров. Сейчас это салон 500 квадратных метров. Здесь мы открывали небольшую клинику, порядка 100 квадратных метров, 170. И тоже этот бизнес у нас провальный получился. Ну, мы, конечно, свои вложения отбили, но это как снежный ком. Это обязательства перед клиентами, которых мы берем на обслуживание. И этих клиентов нужно обслуживать как минимум в течение полугода-год. Потому что это аппаратные процедуры, курс которых человек покупает. Вот. И, в общем, вот этот бизнес у нас тоже прогорел. Далее мы открывали салон оптики с мужем по франшизе. Что такое франшиза? Это готовая система работы. Это тоже вложение. Порядка полутора миллионов мы туда вложили, даже больше. Хотя была заявлена стоимость франшизы 800 тысяч. Но мы посчитали, что этого мало. Это только начальные капиталы были. Все, система вся продуманная. Мы открыли этот бизнес. Получали в этом бизнесе все. Кроме нас. Так, телефон убрала далеко. Тикают. Чтобы не фонило. Получали мы... Получали продавцы наши зарплату. Получали франшизеры. Кто нам продал эту франшизу. Получали арен... Где мы арендовали помещение, получали арендодатели. Только не получали мы. Мы полгода... Мы полгода этот бизнес пытались раскачать. Ну, у меня у мужа даже есть на этот счет видео, где-то на YouTube. Что такое в сравнении сетевой и традиционный бизнес. Так вот, в итоге мы даже не отбили наши вложения. Оптика у нас успешно перекочевала через полгода в гараж. Закопали мы очередные практически 2 миллиона. Далее у меня муж решил заняться строительным бизнесом. Год. На это был уже взят кредит. Около 3 миллионов. Строительство благополучно через год тоже свернулось. Кредит мы выплачивали довольно-таки долго. До конца 2019 года. Также мы открывали в Краснодаре салон аппаратной миостимуляции. Да, это тоже год нашей работы ушел. И поэтому я немножко подзапустила развитие здесь. Сейчас, секундочку, отключу телефон. Прошу прощения. Так, значит, салон аппаратной миостимуляции. Конечно же, свои вложения мы отбили. Но это, опять же, год потраченного времени, потраченных усилий. И прибыли мы не увидели. Опять же, получали все. Получали наши работники, сотрудники. Получали арендодатели. Мы ровным счетом не получили ничего. Потому что, вложив, опять же, пару миллионов, мы их только через год отбили, вернули. Но прибыли мы так и не увидели. Так, что еще хочу сказать про сравнение. Про сравнение именно с этим бизнесом. Почему? Почему все-таки я решила серьезно заняться сетевым бизнесом? Ну, во-первых, первые деньги здесь можно увидеть уже на первый месяц работы. Через три недели. И, ребят, это классно, когда вы уже на старте получаете возможность без вложений заработать первую тысячу рублей. Когда вы не вкладываете миллионы, когда вы не вкладываете особых усилий, просто работаете по той схеме, которая есть. По сути, готовая система работы дается. Обучение бесплатное дается. Наставник вас сопровождает. Здесь вы получаете такое глобальное личностное развитие, потому что вас окружают успешные, успешные люди. Вы работаете тогда, когда вам удобно. У вас в сравнении с наемной работой нет начальников, нет руководителей, никто здесь не указывает. И это свободный график работы, что меня очень радует, потому что когда я работала в традиционном бизнесе, я жила на этой работе. Я не видела, как выросли мои дети. В один прекрасный момент, когда я пришла домой и увидела своего взрослого ребенка, который в 14 лет у меня уехал из дома в Москву, покорять Москву. Вот тогда я очнулась, наверное, что я прожила все эти годы на работе. Эмоции у меня захлёстывают, когда вспоминаю эти годы. Да, действительно, вот самый, наверное, удобный бизнес – это бизнес сетевой. Теперь я навеки здесь. Я никогда, никогда не променяю этот бизнес на что-то другое, потому что только тут я получила то, что мне нужно. Я живу здесь и сейчас, и не задумываюсь. Конечно, задумываюсь. У меня есть мечты, у меня есть цели и желания, но я не задумываюсь глобально, а как я буду жить завтра, потому что я понимаю, что здесь всё зависит только от меня, от моих усилий и от моего развития, потому что только здесь это развитие есть. Давайте рассмотрим, что же такое сетевой бизнес, в чём смысл этой работы. Ответим себе на эти вопросы. Откуда берутся деньги? А кто здесь будет помогать? Что мы получим в результате? И как успешно стартовать в этом бизнесе? Идея бизнеса проста. Каждый, кто регистрируется в компанию, получает регистрационный номер от своего личного кабинета на сайте компании Арифлейм. Сайт готовый. Не нужно никаких вложений. Простая смена традиционного магазина, где каждый из нас делает покупки. Мы приходим в любой магазин, покупаем, не глядя, зубную пасту, гель для душа, мыло, зубные щётки, мочалки, средства по уходу и относим свои деньги к чужому дяде. Очень мне нравится вот это вот сравнение, когда мы говорим, вот я сходила в магазин, отнесла туда денюжки, ты сходила в магазин, отнесла туда денюжки. Тысяча человек сходили в магазин и в итоге этот магазин, возьмём, к примеру, магнит, получил миллионную прибыль, потому что мы каждый отнёс туда по чуть-чуть. И хозяин магазина получил эту прибыль. Так вот здесь нам нужно создать примерно то же самое. Что мы тут делаем? Мы создаём команду людей, которые меняют своё привычное потребление и свои покупки делают у себя в интернет-магазине. То есть элементарные средства, которые покупали где-то, покупают теперь у себя. Что нам это в итоге даёт? Мы организуем группу людей, которые точно так же хотят зарабатывать здесь. Приводим, к примеру, пять человек, пять человек сделают то же самое, приведут пять человек своих, да, людей. У каждого в окружении есть люди, которые соответствуют двум критериям. Моются, чистят зубы, и им нужны деньги. Правда, ребят, каждый может найти пять человек в своём окружении. Так вот, пять на пять, двадцать пять, двадцать пять на пять, сто двадцать пять, и так далее. Таким образом у нас растёт структура. Если сравнивать, вот многие говорят, это пирамида. Да, есть некая пирамидальная сущность вот в этом построении, но что не пирамида в наше время? Есть административные пирамиды, есть финансовые пирамиды, есть продуктовые пирамиды. Вот у нас продуктовая пирамида. Здесь каждый за свои деньги получает продукт, реальный продукт по реальной цене. А если взять, к примеру, административную пирамиду, это школы, детские сады, любая работа, там есть руководитель, подчинённые, там продавцы в том же магазине, уборщицы, грузчики, директор во главе. Это тоже пирамидальная система, но это административная пирамида. У нас, опять же, повторюсь, бояться нечего. Бояться нужно в финансовых пирамидах, когда люди вкладывают деньги и получают в итоге воздух. Ничего взамен. Только скинулись вышестоящему человеку. Далее задача людей приводить также людей, которые скинутся ему уже, чтобы тот получил человек доход. Вот это вот отличие. И я прямо-таки вот настоятельно рекомендую разобраться в тот, кто думает, что здесь какая-то пирамида. Это абсолютно легальный бизнес. Товарооборот нужно делать себе. А не конкурентам. Доход здесь будет зависеть только от нас самих, от товарооборота, созданного нашей командой, нашей структурой. Надо задуматься просто, кому мы будем делать товарооборот и кто в итоге получит доход. Дядя в чужом магазине, либо этот доход можем получить мы. Откуда берутся деньги? Давайте посчитаем. К примеру, это по статистике. Одна семья в месяц тратит на средства личной гигиены тысячу рублей. Значит, когда мы приглашаем в свою команду десять человек, у нас получается групповой товарооборот уже десять тысяч. А когда команда вырастает до ста человек, а это легко, потому что десять человек легко пригласят по десять, и у нас уже будет структура из ста человек. Каждый просто поменяет свое привычное потребление, и в вашем интернет-магазине создается товарооборот уже сто тысяч рублей и так далее. Вот эта вот структура растет уже в геометрической прогрессии и уже независимо от вас. Ваша задача научить на три поколения вниз своих партнеров делать то же самое. Что делать? Организовывать личный товарооборот и организовывать групповой товарооборот. Приглашать людей в команду, которые точно так же будут просто потребителями. Так, еще хотела сказать, так, вернусь на слайдик назад, нет у меня этого слайдика в сравнении. Так, в сравнении с... Зависает у меня чуть-чуть. Смотрите, ребят, если у нас групповой товарооборот зависит от нашего личного потребления, да, если вы сделали свою покупку на тысячу рублей, то для того, чтобы выйти на уровень директора, вам нужно в структуре иметь, грубо говоря, 250-300 человек. А если вы сделали свою покупку, к примеру, на 3 тысячи рублей, то вам уже нужно иметь в своей структуре в два раза меньше, в три раза меньше таких партнеров. А если вы организуете свою личную покупку через свой личный кабинет, не обязательно для себя, на 6 тысяч рублей, то вам в структуре нужно таких человек всего 150, 50 человек в такой структуре иметь. Это уже партнерская структура. Опять же, у нас в структуру приходят люди разные. Кто-то будет просто потребителем по мере надобности, кто-то будет делать покупки на регулярной основе, кто-то будет именно партнером. И вот у партнера уже есть обязательство организовывать свой личный товароборот на определенную сумму. Притом сумма эта абсолютно небольшая. Многих она на начальном этапе пугает. Я организую свой личный товароборот легко и просто только на личном потреблении. Не бегаю с каталогами. Обучаю, конечно, своих партнеров методам работы, как это делать через соцсети, посредством страничек продававших, как это делать через бьюти-чаты, через мессенджеры в WhatsApp, Viber. У меня девчонки уже на первый, на второй каталог делают и 300, и 500 баллов через свой личный кабинет. И вот посчитайте, ребят, на секундочку, если вы обучили 15 человек делать, организовывать личный товароборот на 500 баллов, это ваш уровень директора и доход уже на этом уровне 25 тысяч рублей. Как это? Хорошо? Как вы считаете? Просто собрать людей, объяснить им суть работы, и люди будут делать, делать то же самое, повторять эти же действия и удобно, работая дома, получать результат, получать доход от созданного товароборота, а всего лишь навсего сменили свое привычное потребление. Так, давайте теперь разберем, что же такое рекрутирование. Рекрутирование это построение своей команды, это как раз таки приглашение людей. Как мы это делаем? Посредством, опять же, интернета, в наше время это легко и просто, потому что мы работаем онлайн. в свободное время, в удобное время. Многие у нас в команде совмещают на начальном этапе с работой по найму, с воспитанием детей. Очень много мамочек в декрете в нашей команде, да и во многих командах. Очень много людей, которые приходят именно бизнес построить, так же, как и я. На начальном этапе доходы поставились небольшие, но я прекрасно понимаю, зачем я здесь и какие доходы здесь можно получать. На доходе директора я, конечно же, не остановлюсь и, конечно же, рекомендую идти дальше всем, потому что здесь есть возможность выхода на пассивный доход. Это чуть позже расскажу об этом, что это такое. Рекрутинг мы проводим легко, никого не убеждаем, никого не уговариваем, приглашаем людей, рассказываем о возможностях. В соцсетях я рекрутирую в Одноклассниках, я рекрутирую в Инстаграм, также это личный бренд, на досках объявлений тоже немного, и, конечно же, это теплые теплые контакты от моего ближайшего окружения. Я рассказываю о нашем бизнесе везде и всем. По возможности я всегда увеличиваю свои контакты, знакомлюсь с людьми где-то через каталог, возможно, бывают такие ситуации, где-то через, опять же, повторюсь, с каталогом я не люблю работать особо, больше как-то люблю рассказывать о бизнесе сразу, потому что через продукт это все-таки долгий путь, а через возможности это гораздо быстрее все происходит, потому что когда люди понимают, что есть возможность заработка хорошего, то тут уже перевес, конечно, идет уже в сторону, конечно же, бизнеса. обучение, как у нас проходит. После регистрации каждый человек попадает в свой чат. У нас организован общий, общеструктурный чат, командный, где проходят обучающие вебинары, где проходят планерочки. Также у нас организованы чаты сопровождения индивидуальные. там у нас есть поддержка наставника, конечно же, поддержка менеджера. Мы создаем чаты на троих, и вот в таких командных чатах мы проводим сопровождение первую недельку, вторую недельку. Далее, когда человек уже вникает в суть, когда мы уже переходим к рекрутированию, мы проводим тренинги, обучающие тренинги по методам рекрутирования. Такую систему мы ввели недавно, мне она очень нравится, потому что через три недели тренинга мои девочки выходят уже в свободный рекрутинг по тем методам, по которым мы обучаем. Я провожу тренинги по работе в одноклассниках, сейчас как раз у нас стартанул вчера следующий тренинг, и муж у меня проводит по таргетинговой рекламе. тренинги, но сейчас маленечко этот метод у нас притормозил, потому что заблокировали оба рекламных кабинета и мой, и его. Сейчас ищем выход, и, конечно же, будем продолжать этим методом развиваться, найдем выход и будем продолжать. У нас у нас в команде также очень развито развитие именно бьюти-чатов. Что это такое? Это чаты, которые мы создаем в WhatsApp в основном, есть у девчонок в Viber, куда добавляем своих друзей, знакомых, потребителей, потребителей по мере надобности, родных и так далее. Благодаря этим бьюти-чатам мы развиваемся сразу в двух направлениях и новичков их настраиваем на это же, чтобы легко организовать личный товароборот, который нам необходим для получения дохода здесь. А доход мы получаем только когда делаем свои личные 150 баллов бонусов и это делается, повторюсь, легко и просто. Я это делаю личным потреблением на wellness продукции. Сегодня у нас пройдет вечером вебинар по роли белка. Кстати, будет проводить мой муж по wellness продукции. Очень люблю эту продукцию. Всем рекомендую разобраться в этой категории, кто еще не знает, что такое wellness продукты, потому что это уникальнейшие продукты, которым нет аналогов в мире. Это уже другая тема, тема другого вебинара, но рекомендую обратить на это внимание о всех, потому что это самые, во-первых, высокобаловые продукты, на которых очень легко организуется личный товарооборот. И это здоровье, и это хорошее самочувствие, и это энергия, и я знаю, о чем говорю, мне есть с чем сравнивать. итак, резюмируем, что мы делаем здесь. Соблюдаем правила трех П. Потребляй, приглашай и посещай вебинары, потому что без обучения невозможно дальнейшее развитие и невозможно в принципе понять суть этого бизнеса. Очень мне нравится сравнение с беременностью нашего бизнеса. Вот для того, чтобы родить ребенка, недостаточно просто захотеть, должно пройти какое-то время. Вот это время становления. Во-первых, необходимо проделать определенные действия. Далее происходит зачатие. Далее три месяца есть на то, чтобы оставить этого ребенка, либо сделать аборт, то есть принять решение. И точно так же в нашем бизнесе есть вот эти три месяца, когда ты должен принять решение развивать этот бизнес или уйти из этого бизнеса. Ну, опять же, вот это такое образное сравнение, где-то три месяца, кому-то потребуется и дня для того, чтобы принять решение, кому-то три года будет мало. Вот. То есть каждый здесь развивается по-своему, у каждого своя скорость в этом бизнесе. Но дальше идет становление. И вот когда идет вот это становление бизнеса, вот эти вот шесть месяцев, когда формируется вот эта база знаний, которая потом дает трамплин для старта, вот я считаю, вот этот период должен пройти у каждого. Вот почему-то принято, да, считать, тоже всегда вот так вот сравнение привожу, вот традиционный бизнес, огромные вложения, 2 миллиона, когда вы вложите, ребят, вы, ну, не скажете на завтра, ой, что-то мне не нравится этот бизнес, ну, не буду я, наверное, им заниматься, что-то, что-то как-то мне напрягает находиться на работе так долго, что-то мне так напрягает, что все получают доход, а я не получаю. Вы не бросите этот бизнес, вы будете его развивать и дальше, потому что вы понимаете, что вы туда вложили огромные деньги. Здесь вот у многих может быть и нету вот этой тесности на старте, когда вы вроде ничего и не вложили и вроде как туда-сюда еще мечетесь и думаете, а брошу-ка я, что-то как-то сложно, что-то мне неохота в этом разбираться. Вот в этот момент подумайте, пожалуйста, а что вас ждет впереди? Год пройдет и так, полгода пройдут и так, но что они могут вам принести? Если развиваться в этом бизнесе, они вам принесут через полгода 30 тысяч доход, через год 50 тысяч доход, через два года 100 тысяч доход, хотите 200, развивайтесь дальше, хотите 300, развивайтесь дальше, хотите 500, развивайтесь дальше, понимаете? То есть здесь нету ограниченных каких-то возможностей, здесь есть вот полет фантазии и возможность развиваться и дальше. Здесь есть возможность выхода на пассивный доход, и это мне тоже очень нравится, потому что ни один мой бизнес традиционный не принес мне пассивного дохода, в котором я уверена, при том пассивного растущего дохода. И это есть только в сетевом. И вот это две большие разницы традиционного бизнеса и сетевого. На начальном этапе огромные вложения там. Здесь на старте нет никаких вложений, только личное потребление по мере надобности. И есть возможность развития двумя способами. Либо это простое, привычное потребление меняется на свой интернет-магазин и потепенно идет рост, но он будет, если вы будете развиваться и растить свою структуру. Либо вы сразу вникаете в суть и начинаете делать, организовывать свой личный товароборот на 150 баллов и обучаете этому своих партнеров. Тогда этот бизнес растет гораздо быстрее. И, опять же, вы получаете все. В итоге-то вы получаете доходы, постоянно растущие. И очень мне нравится в этом бизнесе именно роль наставника, когда уже ваши люди начинают вникать в суть, и ваша задача уже передать знания и помочь этим людям развиваться. И ни в одном традиционном, опять же, бизнесе такого нет. Там, так же, как и на наемной работе, всегда найдется тот, кто тебя подсидит. В нашем случае получилось так с нашим бизнесом, когда наш партнер решил, что мы не достойны больше получать доход с этого бизнеса. Поэтому задумайтесь, ребят, если вас посещают такие мысли, а пойду-ка я вложу лучше куда-нибудь свои деньги в бизнес какой-нибудь, и он мне будет приносить доход. Будет, но недолго. Так будет не всегда. Чего не скажешь про сетевой бизнес. Цель минимум каждому, каждому партнеру рекомендую ставить как минимум золотой директор. Вот именно с этого уровня здесь начинается возможность выхода на пассивный доход. Ну, как пассивный доход? Когда вы уже не рекрутируете активно, но вы поддерживаете, поддерживаете те структуры, которые создали, занимаетесь обучением своих новых директоров, обучением их менеджеров, помогаете им в этом, потому что глубина тоже дает результат, тоже дает определенные доходы, рост доходов. Ширина. Если хотите дальше расширяться, вы далее выращиваете свои другие веточки. Если у вас есть опыт, как вырастить одну, как вырастить две, и вам мало тех доходов, которые вы получаете на уровне золотого директора, а на уровне золотого директора с устойчивыми двумя ветками можно зарабатывать 50, 70, 80 тысяч рублей, имея хорошую персональную группу. Опять же, если вы не останавливаетесь, ваши доходы растут в геометрической прогрессии. Далее это уровень старший золотой директор, и это уже доход 100. Далее это уровень сапфировый директор, это 4 веточки, и это уже доход 100-150. Все зависит, опять же, от глубины и от ширины ваших структур. И вот с уровня, вернемся к уровню золотого директора, это две веточки, два директора, которым вы рассказали, и которым вы помогли стартовать в этом бизнесе и довели их до результата директора. И это возможность пожизненно получать с этих структур бонус директорский. 5% с каждой веточки. Золотой бонус за уже далее, за дальнейшие поколения. И так вы можете получать бонусы в глубину до 6 уровня, а это очень и очень большие деньги. И пассивный доход – это шикарная возможность, которая есть только в компании «Арифлейм». В других сетевых компаниях такого нет. Если есть какие-то мысли по поводу, а пойду я посмотрю, а что же в других компаниях делается, может быть, там травка зеленее. Ребят, нет, только в компании «Арифлейм» есть возможность уже не строить персональную структуру, не выращивать далее свои веточки, если вас устраивает доход на уровне золотого директора. Это две группы, которые уже самостоятельно продолжают развиваться. Вот это план успеха, новый, обновленный от компании «Арифлейм». Раньше были премии в долларах. Сейчас за уровень директора, когда вы закрываете это звание, вам только единовременно начисляется премия 100 тысяч. За золотого директора 200, далее 400, 600, 800 и так далее. Самая большая премия в истории, российской истории, была выплачена 1 миллион долларов семье Полежаевых. Ребят, представляете? И это только премиями, и доходы здесь не ограничены. Поэтому вот планочка, золотой директор – это минимальная планочка для каждого, я считаю. Потому что, ну, директор, директор – это доход, который можно и на наемной работе получать. Но уровень золотого директора – это уже гораздо круче, потому что это свобода, свобода действий. Вот, хочу вам поделиться, показать мой первый банкет директоров, куда я попала со своим спонсором, состоящим Яной Круцких. Вот здесь мы на фотографии, в нижней фотографии, здесь Даша Коровина, тоже наш состоящий спонсор. Хочу сказать огромное спасибо Яне, потому что меня зарегистрировала девочка-новичок. И слава богу, что она меня тогда добавила в наш чат. Тогда еще чаты у нас были ВКонтакте, и это был маленький чат на 50 человек на тот момент. И я не сразу вникла в суть. Я заходила, почитывала информацию, увидела, что очень много дает информации именно Яна. Так как я от своего номинального спонсора не увидела никаких действий дальнейших, и никакой информации она мне дает, как новичок, тоже не могла на тот момент. Девочка сейчас не работает, девочка ушла. Я постучалась к Яне в личку и попросила ее помочь мне рассказать, что же нужно делать. Свой первый заказ я делала уже сразу на 150 баллов. Как сейчас помню, попросила, расскажи мне, что мне нужно заказать, что такое баллы, какие там 150, что нужно сделать, чтобы пройти, получить подарки по стартовой программе. Мне это очень было интересно. Хотя, собственно, в косметике я особо не нуждалась, но мне был интересен именно доход, увидеть вот получение именно дохода, первого дохода, потому что мой доход был небольшой, это порядка 800 рублей, но это были первые деньги, которые уже была чистая прибыль, ребят. И это вот для меня это было очень важно. Вот такие вот банкеты директоров у нас проходят на постоянной основе. Компания нам устраивает их. И наша экспресс-карьера – это первый проект, который начал развиваться на просторах интернета. И сейчас уже много проектов подобных, которые работают по системе онлайн. Но именно экспресс-ка на протяжении уже 10 лет показывает стабильный рост. Каждый каталог у нас открываются, и новые звания директоров, и выше. Каждый каталог у нас закрываются, новые директора в команде получают премии. Обычные мамочки в декрете начинают зарабатывать, сидя дома с детками. Начинают все с нуля, начинают все с небольших доходов. И в итоге получают на банкетах вот такие чеки. И это не просто бумажки, это реальные деньги, которые нам дает компания зарабатывать здесь. Опять же, повторюсь, уютно сидя дома. Мне очень нравится этот бизнес тем, что я не привязана к дому. Я могу путешествовать. Я это очень дело люблю. Сейчас мы с семьей собираемся на зимовку в Вьетнам. Сбылась моя очередная мечта. Я очень давно хотела именно попасть на 3 месяца, не на 2 недели, не на месяц в теплую страну. Хотя живем вроде в теплом климате Сочи. Но зимой мне не хватает тепла. Я очень люблю работать в лежачем положении на шезлонге возле бассейна, что я, собственно, делаю летом. До ноября, наверное, до октября месяца я работаю именно так. Работать я люблю именно с телефона. В основном работаю онлайн, конечно. Мне это легче. Отвечаю на вопросы. Родом я из города Бердска, Новосибирской области. Объехала, наверное, уже полземного шара и пол России. Пожила в городе Новосибирске, в Бердске, в Волгограде, в Омске, во Владивостоке. Даже судьба меня занесла. Я пару лет там прожила. И вот сейчас уже в протяжении пяти лет мы живем в Сочи. Очень нравится город Сочи. Очень нравится солнце. Очень люблю тепло. Поэтому на зимовку уезжаю во Вьетнам. Почему? Потому что наш бизнес дает возможность работать из любой точки земного шара. Там, где есть интернет. Останавливала меня только учеба ребенка. Но сейчас и этот вопрос мы решили. Потому что нет, нет, ничего невозможного. Есть возможность обучаться на семейном обучении. Есть онлайн-школы. Есть экстерм. То есть мы по возвращении домой просто сдаем экзамены в нашей же школе. А обучаться будем по... Живу я в городе Сочи. И здесь бывает всякое. То света нет, то воды нет, то интернет пропадает. А поэтому, в принципе, собственно, я и привыкла работать только с телефона. И компьютер для меня до сих пор неопознанный зверь. И плохо я в нем разбираюсь. Как и многие, кто сюда приходят, говорят, ой, ой, компьютер, я не умею работать с компьютером. Я тоже, ребят, не умею работать с компьютером. Вот грешу этим. Учусь, учусь. Каждый день учусь. Каждый день чего-то новое познаю. Поэтому у кого останавливает, опять же, компьютер, незнание, берите пример с меня. Есть Google в помощь и есть YouTube в помощь. Немножко недоговорила, уже сделаю запись вот в таком формате. Потом соединю к видео и все увидят полный вебинар с концом, с концовкой. Значит, на чем я остановилась? На том, что мы уезжаем во Вьетнам сейчас на зимовку с семьей. Работать я буду оттуда. Девчонки, не переживайте, кто моя команда. Многие мне пишут, а как же мы, а кто же нас будет сопровождать? Я же и буду, потому что наша работа, опять же, повторюсь, из любой точки земного шара, возможно, там, где есть интернет. Буду отсутствовать только в момент перелета, потому что в самолете интернет я не беру. Там я сплю. Засыпаю еще на взлете. Вот, смотрите, ребят, значит, что дает нам наш бизнес? Нам, во-первых, он дает свободу передвижения, свободу жизни, свободу здесь и сейчас. Жить так, как вам хочется, а не так, как хочется вашему начальнику, руководителю. Не надо ходить на работу по найму, не нужно исполнять мечты своего работодателя, либо работать на государство. В наш 21 век есть возможность работать вот так, как мы это делаем удаленно, онлайн, с телефона, возможно, с компьютера, с плашета, с любого устройства, с которого есть выход в интернет. Вот такие мероприятия нам доступны, как банкеты директоров, как конференции международные, где мы встречаемся, где мы общаемся. Тоже многие у меня новички задают вопрос, ой, нет, мне это не подходит, я хочу общаться. Девочки мои, мальчики мои, здесь столько общения, что иногда хочется просто помолчать. Помолчать удается только ночью, когда мы спим, потому что общения здесь действительно достаточно. Каждому, кто любит общаться, кто не любит общаться, пожалуйста, можно работать переписками. Я так начинала, хотя общительный вроде человек, но был какой-то период в моей жизни, когда хотелось спрятаться в домик, как раз, когда мы закончили наш бизнес, хотелось спрятаться от людей в шапку-невидимку и никого не видеть и не слышать. Но этот момент прошел, я опять здесь, я хочу общаться, я люблю общаться с людьми, я готова обучать своих людей, обучать, давать те знания, которые есть у меня, и мне это очень нравится. Именно вот в этом бизнесе мне нравится роль наставника и роль учителя. Смотрите, вот так вот проходят наши банкеты директоров. Это фотография, которая по центру, ее делали на протяжении всего дня, потому что мероприятие проходило в Олимпийском, в Москве, и вот на этой фотографии кто-то постоянно приходил, уходил, и все фотографировались вот так вот в непринужденной обстановке. Фотографы тоже были разные. То есть потом уже просто менялись, делились фотографиями. Шикарнейшее мероприятие было, мне очень-очень запомнилось, и оно тоже дало такой определенный толчок, вот стремитесь попасть на свой первый банкет директоров, потому что мероприятия от компании, они заряжают на все сто, они дают такой огромный-огромный толчок в вашем бизнесе и в вашей голове в первую очередь, наверное, потому что мысли встают на место, и приходит глобальное понимание, что компания действительно просто мировая, компания номер один на сегодняшний день в Европе, десятое место занимает в мире, и это компания великая, которая растет, не смотря ни на что, ни на какие кризисы, развивается более чем в 60 странах, работает международное спонсирование больше, чем в 50 странах. Вот мы уезжаем во Вьетнам, и я буду также заказывать продукцию там, потому что я выбрала именно эту страну, потому что там есть международное спонсирование. Во-первых, я могу свой номер просто перенести, я буду сделать заказы и в Россию, потому что для дохода, для получения дохода это надо, но я буду заказывать продукцию и там. Я не повезу туда чемодан велнеса, как я это планировала сделать, все гораздо проще, потому что с нашей компанией границ нет. Вот такие вот шикарные мероприятия, артисты выступают на сцене, накрываются столы на банкете директоров, за каждым столиком стоит свой официант, да и вы встречаетесь в такой атмосфере с вашими партнерами, с вышестоящими спонсорами, с наставниками, с лидерами компаний, которые отдают вам свою энергетику, свою энергию, заряжают просто вот мотивация сногсшибательная. Далее, хочу показать вам продукцию, которую я заказываю для себя здесь. Когда я пришла в проект, я уже говорила, что у меня не было такого, что вот мне там нечем умываться и нечем краситься. Крашусь я, как, наверное, обычные все люди, не сильно, но когда надо, тогда могу, конечно, превзойти себя. Здесь не только же косметика, компания Арифлэм, это нечто большее, это определенный стиль жизни, и мой стиль жизни теперь с продукцией велнес, потому что это любовь на всю жизнь, даже если бы я здесь не работала, вот эту продукцию я покупать никогда не перестану. Это велнес-коктейли, это велнес-супчики, это витаминно-минеральные комплексы, велнес-пэк, обожаю их, я без них теперь как будто не завтракала, каждый мой завтрак заканчивается пакетиком велнес-пэк. Это омега-3, она сейчас идет по акции, поэтому вот в таком количестве она в моих заказах. Астаксантин это обязательное, обязательное в нашей аптечке средство, потому что это уникальный, уникальный комплекс, астаксантин, который мощный самый антиоксидант, ну, Мадонна не зря его употребляет, посмотрите на Мадонну, как она выглядит, и секрет ее молодости, наверное, в какой-то мере и в приеме астаксантина. Это, конечно же, омега-3 детская, я ее беру ребенку на постоянной основе, и сами тоже мы ее подпеваем регулярно. Это батончики протеиновые наши, вот они наконец-то сейчас появились, их долгое время не было, тоже постоянно в нашем заказе они присутствовали, и будут присутствовать, пока не исчезнут опять. Я сейчас запаслась. Мы их брали всегда в школу, но сейчас в школу не берем, просто кушаем, потому что это очень полезная сладость, так скажем, которая обогащена белком, стопроцентном, который усваивается организмом на все сто. Вот, это опять же продукция гигиены, это гели для душа, шампуни, кондиционеры, ну каждый в своем быту их использует, зубные пасты, мыло, что тут у меня еще, гели для душа, шикарные пены, парфюм, крема, крема, ребят, вот крема просто превосходные, уходовые линейки, но вэйдж, это что-то. Я как косметолог, с опытом работы, я видела, ну, очень много знаменитых брендов, работала со многими незнаменитыми брендами, и линейками, которые стоили в десятки, а то и в сотни раз дороже, чем здесь нам вот эта продукция достается, при том, это собственные научно-исследовательские центры в Швеции, в Игилёсе, да, институт красоты, кожи, он находится тоже в Швеции, это шикарные, шикарные продукты, над которыми работают более 100 ученых, и эти продукты действительно дают результат. Я просто вот ни на что тоже не променяю теперь тот уход, который есть у меня, потому что я вижу от него, результат на лицо, так скажем, да, в зеркале на лицо, на лице, вот она я, уходы шикарные, тоже обратите свое внимание на линеечку Новэйдж, и на линеечку Оптималс тоже, начинающие могут обратить внимание, тоже мне очень нравится эта продукция, где-то она у меня здесь тоже есть на картиночке, так, так, ну, не важно. Значит, что еще хочу сказать? Давайте резюмируем. Что нужно здесь сделать? в нашем проекте. Конечно же, это полюбить продукт. В первую очередь, это полюбить продукт, потому что этот продукт мы не продаем, мы им пользуемся сами, и мы его рекомендуем. И когда вы восторженно рассказываете о продукции, вы приводите свои примеры, как он помогает жить. Мы семьей три года не болеем уже. Я забыла, что такое аптеки, что такое больница, от слова вообще. Это прилив сил, это прилив энергии, эмоций. Я ложусь спать поздно, в два-три часа ночи я встаю, но сейчас тоже попозже, потому что ребенок у меня и во второй смене учился, и сейчас мы, ну, сова я, сова я, люблю я поздно ложиться, поздно встаю. Встаю часов в десять, но мне нравится мой график, потому что, когда все ложатся спать, я приступаю к рекрутированию. И, ребят, полюбите этот процесс, полюбите процесс рекрутирования. Что такое рекрутирование? Это именно создание потока людей на собеседование. Вот этим я занимаюсь вечером. А так в течение дня, в течение повседневной жизни я иррационал, наверное, я не люблю планировать и составлять себе график работы на день, как это принято и как это во многих тренингах рассказывается. Я так не делаю. У меня есть определенный какой-то график свой, который может сочетать в себе одновременно несколько вещей. Я могу и кушать, и рекрутировать, и собеседования проводить, и голосовые собеседования со своими новичками, с консультантами отправлять одновременно, и кушать, готовить могу одновременно. То есть не могу я просто взять и с двух до трех сесть, порекрутировать. Не получается у меня так. Если кто-то себя узнал, но это тоже нормально. И у вас тоже будет рост, и не переживайте по этому поводу. Я сначала очень переживала, пока не увидела один из вебинаров. У нас девчонки проводили, что такое иррационал. Так вот я поняла, что я иррационал. Далее, необходимо что сделать? Это, конечно же, работать системно и ежедневно, потому что только ежедневные действия дадут результат. Только отработка статистики принесет тот результат, который вы хотите. Если делать вид, что вы работаете, ну, ваша работа сделает вид, что она вам заплатила, и компания сделает вид, что она вам заплатила доход. Поэтому компания нам платит с организованного товарооборота, и наша задача научиться вот этот товарооборот организовывать. Начинаем всегда с себя, организовываем личный товарооборот, и далее обучаем своих партнеров организации личного товарооборота, и все вместе мы организуем групповой товарооборот. И компанию все равно, как мы его организуем, главное, мы его организуем. И наша система как раз-таки экспресс-карьеры дает возможность его организовывать классно, организовывать по цепочке, и это дает огромный рост. Это не та принятая система ромашки, которая была использована в старой системе построения команды, как работали раньше оффлайн. Сейчас и оффлайн тоже так же работают, построение идет по цепочке, это более стабильные структуры, это более, так скажем, долговременный доход, который вас ожидает в будущем. Да, на первых порах это небольшой доход, но этот доход будет стабильно расти, не так, как растет ваша зарплата на наемной работе. Конечно же, эта работа и с теплым кругом, никогда не нужно про это забывать, потому что рейтинг работы по теплому и рейтинг работы по холодному очень отличаются. Если по теплому из 10 контактов, ну это я вам привожу такие средние цифры, зарегистрируется 8 человек, отработав с этими 10 контактами, вы либо ваш спонсор отработает эти контакты, из этих 8 человек 2-3 человека будут вашими ключевыми партнерами, которые пойдут с вами развиваться дальше и поймут суть этого бизнеса, и 5-6 человек будут просто обычными лояльными потребителями по мере надобности. А вот если вы работаете по холодному, здесь нужно отрабатывать гораздо круче статистику. Примерно из 100 первых сообщений откликнутся 10, которые попросят рассказать о сути. Из 10 собеседований будет 1-2 регистрации. Вот примерно так. Мы работаем, наша команда работает не первыми сообщениями, мы работаем в основном в одноклассниках методом вирусных картинок, реклама, которую мы распространяем по сети и в ленте. Люди видят нашу рекламу, ставят плюсики, приходят к нам, спрашивают, что за проект, что за работа. И наша задача научиться рассказывать про эти невероятные возможности. И каждый человек может себя здесь проявить и показать. Как мы проводим собеседование? Мы приглашаем к себе в команду. И, ребята, имейте важность, я это называю, оденьте корону. Это к вам приходят люди и ваша задача вести беседу, построить беседу так, что вы задаете вопросы здесь. Вы работодатель и вы приглашаете к себе людей в команду, к себе на работу по сути. Не на работу, а в партнерство. И когда вам не нравится диалог, вы просто можете поставить человека на место и сказать, прошу прощения, видимо, мы с вами не сработаемся. Я, по крайней мере, делаю так. Даже такие люди иногда встают на место и приходят в команду. Поэтому самое главное, конечно же, отработка статистики, повторюсь. Люди приходят, опять же, если вы работаете по-теплому, если вы работаете личным брендом по-холодному, люди приходят не на маркетинг-план, люди приходят не на цифры, люди приходят на вас. И поэтому вы – это личный бренд. Это и есть понятие «личный бренд». Показывайте себя в этом бизнесе, и люди захотят работать именно с вами, потому что вы приглашаете к себе в команду, и вы берете на себя ответственность научить этих людей работать, научить этих людей общаться, научить этих людей также рассказывать о возможностях, и тем самым получить свой рост, свой личностный и рост своих доходов. Так, ну, я думаю, тут понятно все. Рекрутинг решает все ситуации. И в конце я хочу закончить вот таким вот слайдом. Когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал. Год, повторюсь, пройдет и так. Но как он может закончиться ваш год, год жизни? Либо новыми знакомствами, новыми возможностями, новыми путешествиями, новыми домами, новыми покупками, новыми друзьями, новыми лидерами в вашей команде, и новыми доходами, конечно же. А может все остаться так, как есть. Поэтому решать здесь только вам. Развиваться или не развиваться и оставить все, как есть. И еще мне очень нравится вот этот слайд. Хочу поблагодарить нашу Анечку Черна за создание такого шикарного проекта. Я просто в восторге от этой девушки, от этой женщины, от этого лидера. Это просто уникальный человек. Анечка, благодарна тебе, как и многие наши, наши прослезились, наши партнеры. Спасибо за проект, шикарный проект. Я очень-очень люблю свою команду. Я очень люблю тех девчонок, которые приходят ко мне в команду. Я взяла на себя эту ответственность. И я доведу каждого до результата. Тех, кто захочет со мной развиваться в моей команде. Девчонки, всем спасибо за то, что вы выбрали меня, за то, что вы выбрали меня как наставника. Когда получили вот это предложение, одно из тысяч предложений, которые поступают каждому. Каждый поступает. Каждому поступает сейчас в интернет, наверное, в день по 10, по 20, по 30 запросов подобных. И вы выбрали меня. Спасибо вам большое. Я постараюсь не подорвать это доверие. И каждого, кто хочет развиваться в моей команде, доведу до результата. И вот эта вот важная мысль. Важно работать без оглядки на результат. Делать, делать. И в какой-то момент идет прорыв. А если работать с перерывами? Ребята, это правда. Вот как закипятить воду? Я постоянно ее выключаю. Всегда пример с чайником привожу. Вот вы поставили чайник, сняли его с плиты. Поставили чайник, сняли его с плиты. И каждый раз вы начинаете все заново. Поэтому, если вы приняли решение развиваться, развивайтесь с нами, развивайтесь в нашем проекте. Идите только вперед, не оглядывайтесь назад, потому что это вам ничего не даст. Живите в детстве. Верю, что у каждого все получится. Главное действовать. До встречи на мероприятиях от нашей компании, на международных конференциях. Всем пока-пока.